Девушки отдыхают Я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них Ничего себе, готовы снова подружиться Бум, эффект бабочки Прошу прощения, ты что-то сказала? Ты что, не расслышала? Уши за... Хватит! Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Да, хорошо Ты это слышал? Что это на тебе за балахон? А вот наш пропуск в мир духов О, кстати, берегитесь Джоша Он, приколись Сама напросилась Джесс? Джесс? Итак, читаю Для контакта с миром духов Вы должны Освободить свой разум от всех предубеждений Отбросить все запреты и отдаться воле других Подчиняя все свои желания прихотям властителя духов То есть моим Не выдумывай, Крис И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению Крис, брось, это серьезно? Я предельно серьезен Заткнись, а Поехали Да, давайте Ну ладно Будь что будет Эшли, ты у нас Новообращенная Тебе и быть медиумом Ладно Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Если для вас это шуточки. Хорошо, хорошо. Есть там кто-нибудь? В этом вашем там? Постойте-ка! Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется! Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите. Как мы можем помочь? Хельп? Не знаю, что это значит. Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Чем тебе помочь? Она опять движется. Что она пишет? Быстро движется. Береееет. Черт. О, боже. Берегись. Лично я считаю, нам реально пора выяснить, с кем мы тут говорят. Уточнение. И почему нам надо беречься? Опять. Так, С. Е. С. Т. Р. Сестра. Сестра. Чья сестра? Да ладно, че реально? Заткнись. Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка. Да? Так, ладно. Которая из сестер? Эшли, спроси, кто это? Бет, это ты? Кто говорит с нами? Бет? Это ты? О, боже. Да бросьте вы. Джош, может... Ничего. Ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Не знаю, с чего начать. Подумай. Если это действительно Бет, мы можем выяснить, что тогда случилось. Ну, ладно. Сейчас. Нам так жаль. Бет. О, Бет, мы хотим извиниться за то, что случилось с Ханой. Если ты слышишь меня, пожалуйста, поверь, нам всем очень, очень стыдно. С тобой, с Ханой. Простите нас, пожалуйста. Ха. А. Н. Н. Это Ханна. Дальше ползет. У. Б. И. Ли. Господи. Ханну убили. Убили. Ребят. Ребят, как это понимать? Я не хочу продолжать. Мы должны. Ты только не нервничай. Она вроде говорит, что кто-то убил Ханну. Я не знаю. Ты просто спроси еще. Ух ты, это кто? Ух ты, это кто? Улика, значит есть улика. В библиотеке. Охренеть. Крис. Знаете что? Бред это все. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, я не знаю. Может, может ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем, но это не круто. Джош, нет. Это же изначально твоя идея. Эй, успокойся. Эш, не виновата. Только этого мне не хватало, придурки. Пойдем его догоним? Да ну его. Не, лучше не надо. Пускай остынет. Я его не виню. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Если ты притворялась, это было мега убедительно. Да не притворялась я, ты что? Надо выполнить просьбу. Поискать в библиотеке. Ё-моё, сейчас в темноте пойдем в библиотеку. Опа. Полчаса тут простоял, что ли, Джесс? Твою мать. Было десять. Сейчас уже полдвенадцатого. Босратишки. Джессика, ну хватит. А, может, блин, в натуре играет, а может быть и не играет. Что-то мне этот фильм вообще... Начал. Давай, выходи. Все сильнее и сильнее пугать. Надо, блин, спать ложиться. Сижу тут. С фонариком в лесу брожу. Кому сказать, смеют. Эй, ты здесь? Открывай. Охренеть. Что-то было. Чуть из штанов не выпрыгнул. Откуда тут эта фиговина? А откуда тут эта фиговина в натуре? Что за хрень? Джесс. Эй. Любовь моя. А как она так прыгнула на меня, эта маска? Хрень какая-то. С другой стороны подъем машинку. Слышишь? Это не смешно. Что-то я не хочу сюда идти. Пойдемте там осмотрим с другой стороны машинку. Может, там что-нибудь будет? Куда же, блин, тени деревьев пугают уже. Не надо идти спать. Эту игру только надо играть. Днем. Когда светло, на улице птички поют. Детишки в песочницах играют. Надевать подкузник и сидеть играться. Я торжественно обещаю, не убивать тебя, когда найду. Пойдем. Я к�! Ну ты даем. Здорово вышло. Нет, нет. Фу, еще одного скримера я не переживу. Ты должен на этом увидеть и должен. Нет, нет. Нет, нет, Майк, смотри. Ты меня снимала? Вот это лицо! Я испугался, Джер! Нельзя так пугать людей! Да еще посреди леса! Страшно же! Я тебя напугала! Если ты это запостишь, я тебя убью! Не думала, что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл! Узнать человека по-настоящему можно, лишь напугав его до потери штанов! Ну, штаны-то пока на мне! О, да неужели? Да, старайся лучше! Это вызов, что ли? Я надеюсь, ты крепкий, малый, потому что сейчас на тебя брушится вся мощь моих пугательных талантов! Пугательных! Так, вот что-то лежит. Тотемчик. Пугающий. Тотем-наставление. Найди на Майкл на тропе к хижине. Мы что-то, а до хижины еще не добрались? Да. А мы пойдем налево. Прямо назад, походу, пошли. Надо было в другую сторону идти. Кто-то вот оттуда наблюдает. Оттуда. Вот оттуда, сверху. Так, куда мы заперлись? Ну, по-моему, ни к хижине идем. Да пугаться да у срачки. Да идем, е-мое. Блок хижине идти. Ну, ничего, побродим по лесику. Это полезно для наших нервов. Ага. Мы пришли к машинке. Может, она скажет, как эта маска там шевелиться начала? Смотри. Да. Че молчишь? У тебя мути. Ладно, пойдем к хижине. Зря мы сюда приперлись. Давай, ускоримся. Тут что-то очень мягко. Следы, видите, остаются от нас. Аж все нормально. Все пучком, все пучком. Возвращаться не надо было. Наверное, должны были камеру развернуть. Для того, чтобы мы могли вернуться. Пойдемте вот направо. Все время направо идем? Все делаем направо. Кательные рефлексы. Так. Это лавочки. Лавочки. Так, так, так. Посмотри-ка, что это у нас тут нацарапано. Че? Че-то нацарапано. Жалко, что... М и Э. Есть идеи, что это может значить? Может, Элизабет и Майрон? Или Майкл и Эмили? Расслабься. Просто такая махровая пошлость как-то... Не в твоем духе. Эй. Да, разумеется, я выгляжу как сильный и суровый мачо, но... Все-таки у меня есть сердце. И я не боюсь иногда выразить свою симпатию. Правда? Ну, а мне? Ты выразишь немного симпатии. Много, много симпатий. И ты готов обналичить этот чек? Та-дам! Пошли-ка заново. Так. Статус обновлен. Все, тупик, что ли? А нет. Думал, что тупик. Чуть было не расстроился. Так, пойдем по камушкам опять. Суним налево. Кто-то же с горы смотрит. Может, он на нас прыгнет? Прикольно. Не прыгнет. Так, ладно. Пойдем дальше. С фонариком вообще не страшно. Пойдешь, встретишь. О! Что это такое? О, тотемчик. Что за ужас нам готовит? Ну? Когда ты успел его посмотреть? Черт. Что-то сильно тотемы бы исчезли хоть, что ли. А тут по 10 раз их поднимаю. Класс. С прыгнуть можно. Ну, тут прямо-таки настоящая зимняя сказка. Сказку могу устроить. Не, не падает. Я хотел его уронить. Сказка. Да сам будет сказка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я брожу по лесу. Че это? Что за хрень? Там кто-то кричал как будто? Нет. Это наверняка белка или... Свиню резали. Жутковато. Фонарик. С дерева падает что-то. Че, мы пошли... Почти пришли, я так думаю. Тсс. Ой-ой. Что? Слышал? Справа. Эй! Кто там? Дай. О, моё. Охренеть! Та олень? Не зашип. Чуть-чуть не считается. Охренеть. Это был олень. Ой, ёлки. Я скоро скончаюсь с этой игрой. Меня даже олени уже пугают. Пойдём, пойдём, пойдём. Тормози, чувак. Мило. Всё, как ты и обещал, Майкл. Что? Что? Хижин. Ты здесь не так? Да. Отсмотрим, наверное, со всех сторон обойдём. Это пуха какая-то. Канализационная. Так, тут. Вроде ничего опасного. Ладно, пойдём в хижину. Ну, вон нафиг. Что-то набродился я по лесу, я хочу уже закончить эту игру. Нафиг. Отдохнуть надо. Уютно очень. Только дверей нет. Лика. Старая маска. Покажи. Я такую маску видел, кстати. Она стояла за спиной. И где она опять делась, девка наша? Эй, смотри, маска. Фу, и что? Странная какая-то, да? Скорее страшная. Не нравится? Позовы. Майк, прекрати. Ладно. Как хочешь. Классная маска. Чё-то тут уютный домик как-то совсем неуютный. Ну чё, пойдём дальше тогда. Тут плавить нечего. Здесь, походу, тоже. Чего и следовало ожидать. Ну и всё, идём дальше по тропиночке. Никак мы до домика не добьём. К сожалению. Уже так хочется отдыхать. Да что ж такое-то, а? Блин, аж волосы шевелятся уже. В всех местах. Вроде олень, а так же... Что тут, по-херня? Снежный человек, что ли, какой-то? Олень. Жесть. Ох, это ужасно. Жуть. Похоже, ему конец. А кто его так задрал? Дружок. Ну давай. Боже мой, бедняжка. Потерпи. Потерпи. Давай. Майк, ему так больно. Уже недолго. Потерпи. У него шея почти оторвана. Беги. 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 Господи, что это было? Я не знаю. Там морщик. Сюда. Сюда. Давай сюда. Блин, так ну упасть можно. Смотри. Смотри. Попала. Бежим по тропе, еще чуть-чуть. Главное не попустить, чем-нибудь. Главное не попустить, чем-нибудь. Еще бы чуть-чуть. Типа спрятались за такой хлипкой дверью стеклянной. А чего бегать? Бон пробежала. Ну, в общем, так и было. Это медведи? Ага. Наверняка. Они очень быстрые. Просто я ничего не разглядела. Эй, сюда он к нам не вломится. Это точно. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Но машины они как-то открывают. Что? Да ладно. В сети видела. Правда? Ну, Джесс, мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроют. Наверно, ты прав. Ладно. Будем считать, мне почти полегчало. Но почти. Ну, конечно. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. А, ну да, как-то сквозит. Ну, зато есть камин, видишь? Нам не нужен огонь, чтоб согреться. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Это как? Твоя дама хотела бы прижаться к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потремся друг от друга и разогреемся как следует. Майкл? Да. Камин и уютный свет? Да. Умереть. Миледи, умереть не встать. Чё, пойдём хорс собирать? В лес опять? К медведю? Подойди, посмотри. Сто пудово ничего не работает. Вот. Это сойдёт за уютный свет. Нормально. Так, это. Полено. Ещё одно. Так, дрова готовы. Теперь спичку мы. Спички нету, скажет. Прям искать спички. Так, вот это спички, наверное. Оу, Джесс! Глянь сюда! Что, там огонь? Нет, круче. Испугать. Стоять! Да я и так. Тут примерзла. Оно руки за голову. Сам сейчас по голове получишь. Прекрати на меня ружьё наставлять. Сопротивление при аресте? А если оно заряжено? Да, правда. Майкл! Что? Убери его! Да, мэм. Всё, граждане, расходимся. Хех, граждане. Так, ну чё, спички ищем? Ищем. Ищем спички. Это какие-то библины. Сказки и мифы коренных жителей Америки. Если не хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Сейчас же! Медведица вернулась. Она в ярости напала на торговца, но он сумел сбежать, прихватив с собой шкуру. Это увидел могучий орёл. Он спикировал на торговца, сбежавшего по лесу, но тот отпугнул его выстрелом. Торговец приближался к опушке леса, радостно думал о том, сколько же денег выручил за школу медвежа. Как-то погоди ты. Но вдруг огромное дерево упало, превратив в путь ему это на торговцу, пришлось его обходить, уважая обычай племени. Видать, не только нам пришлось встретить жутких местных медведей. Мне от этого нисколечко не легче. Знаки и символы коренных жителей. Коренные американцы, американские племена вырезали на деревьях и рисовали на стенах особые знаки и символы. Некоторые из этих знаков стоили в себе религиозный или мистический смысл. Другие предупреждали об опасности или даровали защиту. И третьи сообщали о хорошем месте для охоты. Многие знаки были уникальны. Их использовало только одно племя. Для прочих племен они были непонятны. Ниже представлены некоторые из символов, использовавшихся племенами Северной Америки и Канады. Изображение охотника – хорошее место для охоты. Изображение бабочки – видение будущее. Изображение черепа – заговор от злых духов. Мы, по-моему, видели череп. Так, ну, чё, мы, в принципе, всё прочитали. Можно дальше продолжать искать спички. Шпички. Шпички, ищем шпички. Ну, что? Сама нашла, что ли, спичка? У тебя есть зажигалка? О, нет, чёрт. Майк! Что? О, чёрт! Что? Да где он? Что? Что такое? Он потерялся. Блин, Шерс. Шерс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нету? О, чёрт. Дура. Наверное, в снег выронила. Да. Жопа. Если я его не найду, родаки меня убьют. Но купишь другой? Да это уже четвёртый за год. Ладно, ладно. Ну, давай его поищем. Он точно в снегу. Ага. Только как-то не хочется сейчас лезть туда. К медведю. Или кто там. Ладно. Четвёртый. Шпички. Спички. Спички. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы с тобой зажём. Ну, сейчас самое время поупражняться в остроуме. Так, чё-нибудь ещё может найдём? Болезненькое. Так, это что? Есть. Да будет свет, сказал Электрик. Ай, перерезал провода. Эй, что там, Жесс? Что ты делаешь? Это... Это пробки. Я знаю, что это пробки. Ты всё сломал. Да это просто контакты замкнуло. Это у тебя контакты замкнуло. Так, это что? Какая-то теннисистка, что ли? Ай, ну-ка. Фотография с теннисного корта. Улика такая, ёлки-палки. Катушечка. Так, это что? Еще какая-то книжечка. Камасутра. Редактор Том Хиттон. Полистаем, что ли? Когда один из... Вот это да! Молодцы, ребята! Одно из бёдер партнера между своими. Это называется объятие бёдрами. Так, ну это мы просто пролистаем. Так, это еще полистаем. Я готов к такому продвинутому геймплею. Да. Это не для нас. Мы тут пришли пугаться. И стоя Камасутру сильно не напугаешься. Так, тут наверняка что-нибудь спрятано. Ой, ёлки-палки. Ну давай, открывай. Что? Все! Черт! Отвали на полницу! Шторка чуть не покусала! Дерьмо, дерьмо. Да. Ну что там могло быть? Спокойно. Давай. Так. Точно ничего тут? Ты уверен? В потолке ничего, да? Выходим тогда. Пошли. Спички мы нашли. Клуша сидит. Куда не уходит. Зажигаем. Давай. Че, одна спичка? Один ноль. Я веду. Очень мило. Ну, браво. Ну вот, миледи. Чего вы еще изволите? Знаешь, а вот круто было бы сейчас чего-нибудь выпить. А, ну, если бы я знал заранее. Понимаешь, я как-то не в настроении. Пока. Флирт понем? Может, надо просто зажмуриться и прыгнуть. Ну, типа как прыгают в бассейн. Что? Что? То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. Ты серьезно? Думал, это сработает? Всегда работало. Ну и кретин. Так же скажешь очередной девице, когда она увидит мои инициалы на дереве. Эй! Майк, ставни. Что ставни? Может, закроешь их? Брось, там никого нет. Мне кажется, что кто-то смотрит. Мне не по себе. Джесс, правда. Ну, хватит. Мне реально не по себе. Ладно, пойду закрою. Мое, вот этот чувак тебе повезло. Открывай. Я думал, на улицу выходить придется. Так не сильно страшно. Отлично. Вуаля. Ставни закрыт. Так, на чем мы остановились? Извини. Прости, я что-то на взводе. И мне сложно, но ни в чем не бывало продолжать игру, понимаешь? Что? Какую игру? Слушай, я, конечно, всегда делаю вид, что я вся такая дико уверенная и сексуальная штучка. Но, если говорить честно, ну, я немного комплексую. Скажи все, что думаешь о ней. Да ну, брось. Что? Что за бред? Вот только не надо строить из себя трусилу. Это правда? Как все сложно. Ну, вот такая вот я сложная. Класс. Что? Я думал, ты... Я думал, ты не из тех, кто любит все усложнять. Это что значит? Что я доступная? Нет, нет. То есть, что ты не такая сложная. Майкл. Знаешь, ну ты козел. С одной стороны, я жалею, что ты такой классный. А с другой? Иди ко мне. Может, я сейчас и с тобой справлюсь. А я вообще только этого и жду. Что это за херк поглядывает, а? Сейчас что-нибудь как-то сделает? Ну, ведь сделает. А! Майк? Что это? Я не знаю. Ну так выясни. Быстро, давай. Так, мы же и ружишко возьмем. Ружишко возьмем. Блин. Пойдем так посмотрим. Телефон-то умеет летать, оказывается. Я не знаю. Прилетел в окно. Ах, да какого хрена? Вот же твари. Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Эй! Вы! Уроды! Я к вам обращаюсь! Я знаю, что вы там. Нахрена вы приперлись? Что? Так охота помешать нам? Знаете что? Обломитесь! Вы нам не помешаете. Потому что у нас сейчас будет секс. Да-да, мы с Майклом будем трохаться по полной программе. Наслаждайтесь! Мы готовы и приступаем! Да что ж такое? Тут она сказала. Ой. Это что такое было? Первая смерть? Думаешь, это они с нами разговаривали? Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, надо выяснить. Так, а мы кем управляем? Че у нас свечка какая-то позорная? Балки. Джош, конечно, сильно распсиховался. Да, он старался не подавать виду, но... Думаешь, зря мы о сестрах заговорили? Ну, для того мы сюда и вернулись. Да, мы приехали поддержать его, а не духов вызывать. А? Че-то за улика такая? Футляр от очков. На обратной стороне инициалы ханы. В день исчезновения на хане были очки. Что это значит? Пойдем вниз. Пошли, 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 пошли. Пошли, уже было первоубийство, я так понимаю. Блондиночки. Почему именно блондиночка первая умерла? Почему он у меня чувак? Там посмотрим. В дальнем уголочке, под лесенкой. Ничего, ничего. Идем в библиотеку. Почему мерцает? Одинолика, свет внизу. Да. Генератор-то не включу. Странно. Электричество вырубилось. Откуда же тогда взялся свет из-под пола в библиотеке? Вот это вот и предстоит нашему герою выяснить. Все так было легко. А как оно так может быть? Ой. Что? Там что-то за книгами. Что это? Кнопка, что ли? Зачем здесь кнопка? Хороший вопрос. Что, нажать? Именно для этого и нужны кнопки. Кнопки, чтобы нажимать. Ну-ка, давай смотримся еще. Блин, кнопки только вот не хватает. А как книги полетели? Почему они полетели-то? Ну, тут явно какой-то полтергейст. Далее что нарисовано тут? Какой-то Махмуд. Черт. Заперто. Ну ладно, мы что, пойдем нажимать кнопку тогда. Кнопки существуют для того, чтобы их нажимать. Как было сказано. Ай, жми. Ух, давай. Ого, стена отъезжает. Взрыв мозга. Такое ощущение, что мы в кино. Надеюсь, в романтической комедии. Ну как в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом. Они могли и не знать о нем. Дом очень старый. Ну что, давай заглянем? Да, мы вперед. Не-не-не-не-не. Ты иди. Вот, спасибо. Так, библиотека в доме. Ну что, пошли? Кто такой? Паук какой-то прополз. Смотри, что там лежит. Пана. Улика. Что? Что ты нашел? Оба. Я выпущу из них кровь, как и свиней. Я сорву с них белую мягкую кожу. Шестнадцать долбанных лет. Шестнадцать лет я ждал встречи с крошками Хана и... Это мне уже не нравится. Скажем честно. Так, Кэш, я не хочу тебя пугать, но... Глянь сюда. Что? Крис, что это? Это... Кажется, то, на что указывала гадальная доска. Отсказка? Да, это письмо. Покажи-ка мне. Это... Угроза? Крис, все серьезно. Надо найти Джоша. Прямо сейчас. Не, давай осмотримся. Погоди, найти. Давай посмотрим, тут что-нибудь еще найдем. Маски, блин, по всему духу. Пятьдесят. А, пойдем искать. Идем, пойдем. Сказала найти, значит, пойдем искать. Пойдем сюда. Что это? Опять маски какие-то. А что мы так зашли смело? Надо, может, было? Кто-то, правда, охотился на Ханну и Бет? Если так, то это просто полная жесть. Так, что тут? Доктор Кэйджу с Варфайм, департамент рас и национальности. Кэйскит Холд. Дорогой доктор Свафин. Спасибо за ответ. Спасибо за ответ. Приятно знать, что племя до сих пор сохраняет связь с этой землей. Дорогой, даже несмотря на некоторые возникшие у нас проблемы. Граффити, бездомные, в хозяйственных постройках. Это же родина их предков, в конце концов. Я связался с потомкой его племени. Собираюсь пожертвовать средства их совету старейшин. Исцелить раны, нанесенные в прошлом, будет нелегко. Но мне кажется, что это необходимый шаг с уважением. Белинда в Вашингтоне, наоборот, опять видела... Опять видела этого чокнуто в четверг. Это написала мама Джоша. Родил возле сарая, где генератор. Я теперь буду все записывать. Куда же она будет все записывать? Уже давно. Она это все записывать решила. Возьми, возьми. Мне дочитали мы там чуть. Возле постройки связалась потом племя. А, а, тут все написано. Понятно. Так, вот она, это племя. Идем. Идем дальше. Щекнутый этот хрен. Так, тут что-то там. Тут ничего. Тут вход, видимо. Опять замерзла ручка. Я подумал, мы с Сэм видели кое-что любопытное. Что? Такой плакат разыскивается, как в вестернах типа. И? И Сэм показалось, что ее кто-то преследовал. Так, это что, выходит здесь, в горах, рядом с нами преступник? Там сообщение, ну, на автоответчике. В общем, оно от сержанта полиции о том, что один чувак вышел из тюрьмы. И ничего нельзя сделать. В каком смысле? Ну, он типа предупреждал. Вот может, как раз он и был тогда в подвале. Что? Ну, помнишь, свет под полом в библиотеке. Ну, вот тот чувак, помнишь? Стой, 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 какой чувак? Который угрожал Вашингтону. Он говорил, что собирается мстить и спалит здесь все дотла. И я нашел письмо от психа. Крис, если таким образом ты пытался меня подбодрить, ты уволен. Слышала? Это Джош! Сроде из кухни. Джош! Джош! Держись! Дэшли! Дэш, что происходит? Пусти меня! Че за тишня? Эшли! Что я? Сейчас. Давай, давай, бей. Эш? Эш! Батона. Че за наркоман такой? Короче, теперь че хочет, то творит в доме. Че, кусок мяса, что ли? Здравствуй, добрый доктор. Сейчас я покажу тебе фотографии людей, которых ты знаешь и любишь. Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. Итак, это упражнение в частности. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. Не спеши. Твой ответ очень важен. Мальчик или девочка? Че, придется вправо показывать. Мальчик. Тоже мальчик. Странный выбор, конечно. О, девочка. Так. Че, опять девочка. Ну и что? О, две девочки. Как она может нравиться, непонятно. Такой вопрос, по-моему, уже был. Скажи, в этой игре, в которую ты так прилежно играешь, кто тебе совсем не нравится? Припять в плеву. Вот. По-твоему, он получит по заслугам? Думаешь, твоя неприязнь к нему оправдывает ужасную травму, которая его ожидает? Откуда такая уверенность? Так. Опять все закончилось. Ну, в другой раз договорим. А тем временем, попробуй разобраться самостоятельно. Я Шарль. Это хрена. Нет. Че? Нет, нет, нет. Кого стрелять? Мы же никого не увидим. Никого не вижу. Опа. Джесс! Нет! Блин, его уводят. Блин.